Дай почитать. Поэтому повествование сосредоточено на благородном воре Тацумасе и его верной жене О Судзу, отец Масы, основатель школы Ки-Та-До, благородного воровства, у которой есть три правила и один канон – не красть у хороших людей, не красть у тех, у кого и так мало. А канон, кто верит в Будду, ни у кого не отнимает жизнь. Отца Масы обожает весь Эда, но у него есть заклятый враг – бандит Сарухей по прозвищу Кровавая Макака. К сожалению, не отец Масы проигрывает. Погибает и он, и его жена. Вторая повесть – это 1923 год. Маса решает покинуть Россию и возвращается в Японию после 45 лет отсутствия. И так случается, что возвращается он в день разрушительного землетрясения. В этих экстремальных условиях проявляются все основные человеческие черты – жалость и безразличие, низость и благородство. 65-летний Маса, решивший стать частным сыщиком, проводит свое первое расследование. Необходимо найти девочку, подростка, украденную Якудзой. В третьей повести действие происходит через два года. В 1925 году скучающему Масе необходимо расследовать исчезновение драгоценного свитка из идеально защищенного хранилища. В ходе расследования он влюбляется в необыкновенную и неординарную девушку и вплотную подходит к тайне своего рождения. В четвертой повести «Белое золото» Маса и его необычная напарница решают похитить белогвардейское золото у атамана Семенова. Маса предстает пятерным агентом, но на самом деле он работает на себя и свою возлюбленную Кицуне – женщину-кошку. В итоге он получит свое наследство и все узнает о своих родителях. Борис Акунин, про Стамаса, 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч!